Привет! Это IT News, новости из мира хай-тек. С вами Диас Иркинов, поехали! Для пассажиров в салоне на заднем ряду доступно два игровых ПК с монитором, клавиатурой и мышкой. Салон и внешняя часть авто отличаются переливающейся RGB-подсветкой на геймерский лад, а на дверях есть элементы с логотипами брендов. Lexus TX новинка 2024 года. Базовая версия отличается 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем с передним приводом. Стоимость в США от 55 тысяч долларов, а версия с полным приводом стоит на 1000 долларов дороже. Также есть гибридные комплектации стоимостью до 80 тысяч долларов с учетом всех опций. Космический телескоп Hubble временно прекратил наблюдение и перешел в безопасный режим из-за проблем с одним из его гироскопов. Эти устройства отвечают за измерение скорости вращения телескопа и определение его направления. Первый сбой в работе гироскопа был обнаружен 19 ноября. Команда управления телескопом сумела восстановить его работу, но 21 ноября Hubble вновь перешел в безопасный режим по той же причине. После повторного ремонта телескоп короткое время возобновил работу, но 23 ноября из-за нестабильности гироскопа научные исследования снова были приостановлены. Сейчас команда Hubble проводит тест для определения причины проблемы и разработки решения. В случае необходимости телескоп может быть перенастроен для работы всего на одном гироскопе. Здесь стоит отметить, что это уже не первый случай, когда обсерватория сталкивается с регулярными отказами гироскопов. В 2018 году Hubble уже переключался в безопасный режим почти из-за такой же ситуации, а может быть и еще более опасный, поскольку в тот раз гироскоп полностью вышел из строя. Компания OpenAI объявила о переносе запуска своего нового проекта – онлайн-магазина приложений для моделей с искусственным интеллектом. Это решение сообщили участникам тестирования инструмента GPT Builder, предназначенного для создания пользовательских версий популярного чат-бота ChatGPT. Согласно информации, предоставленной в электронном письме от OpenAI запуск в GPT Store теперь планируется на начало 2024 года, хотя первоначально планировалось открыть его в конце этого. В письме, копия которого была получена изданием Zverge, компания объяснила задержку несколькими неожиданными обстоятельствами, которые повлияли на график разработки проекта. Идея создания такого онлайн-магазина впервые появилась летом этого года. Магазин должен был предоставить клиентам возможность продавать свои модели искусственного интеллекта, настроенные под конкретные задачи. При этом для создания пользовательских версий ChatGPT не требовались бы особые знания в программировании, благодаря специальным инструментам, упрощающим процесс разработки. Запуск Marketplace OpenAI ожидается с большим интересом, так как он может значительно облегчить доступ к рынку технологий искусственного интеллекта для стартапов и малых компаний, конкурируя с крупными игроками в этой сфере.